Это прунелла, или как ее еще называют в народе, черноголовка. Уход за прунеллой не обременителен, поскольку данный многолетник устойчив к суровым погодным условиям. Его можно легко разводить, даже не имея специальных знаний о выращивании садовых цветов. Прунелла не прихотливый многолетник с ползучим корневищем. Высота этого садового растения 15-20 см. Дикорастущие экземпляры достигают высоту 40 см. Листочки прунеллы овальной формы, с маленькими еле заметными зубчиками. Соцветия напоминают колос, собранных из маленьких цветочков нежно-фиолетового, ярко-розового, розового или белого цвета. Зацветает прунелла в июне и цветет до самого сентября. Прунелла предпочитает солнечные места, но нормально себя чувствует и в полутени. Единственное, нельзя сажать ее рядом с большими растениями, которые могут сильно ее затенять, так как тогда ее цветонос вытянется, а цветение будет слабым, а возможно и вообще не зацвести. Прунелла очень чувствительна к нехватке влаги, поэтому нужно обязательно следить, чтобы почва сильно не пересыхала. После посадки обязательно замульчируйте землю и хорошенько полейте. К почве прунелла также неприхотливо, но в идеале при посадке лучше добавлять в почву песок и перегной, чтобы создать дренаж. Подкармливают растения ранней весной. Для этого надо взрыхлить почву с компостом или минеральными удобрениями. Но не стоит переусердствовать с удобрениями, ведь в бедных почвах цветение происходит намного ярче. Размножается прунелла делением куста ранней весной или семенами рассадным способом, также ранней весной, либо под зиму сразу в открытый грунт. Используется прунелла также в лечебных целях. Для этого летом во время цветения срезается верхняя часть растения под самый корень. Можно высушить, а можно сразу заваривать в чай. Этим заваром полоскают горло, делают обтирание или добавляют в ванны при кожных заболеваниях. Но нужно быть осторожным, ведь это растение содержит ядовитые вещества.